Обрис на памятных рабе Гожие, Животство из Отечества в обраньях положивших Покоя, тишины, блаженной памяти их, Господу помолимся. С панихида о погибших в годы Великой Отечественной войны начался детско-юношеский военно-патриотический форум в Николоберляковском монастыре в рамках 17-х рождественских образовательных чтений по теме «Великая победа наследий наследники». Мероприятие приурочили к Дню Героев Отечества, который отмечается в нашей стране 9 декабря. Молитвенно почтить память воинов, защищавших Родину ценой своей крови, наравне со взрослыми собрались более 50 ребят из муниципальных школ города Щелково, православной гимназии «Ковчег», казачьего в честь цесаревича Алексея кадетского отряда. После окончания панихиды насельник Николоберляковского монастыря и ермонах Тимофей Дьяконов обратился к собравшимся, подчеркнув, что подвиг и память о защитниках Отечества будет жить в веках, что оборона Родины всегда являлась богоугодным делом. Он также отметил, что, к сожалению, наши предки жили в безбожное время. Они не имели возможности свободно исповедовать свою веру, ходить в церковь и причащаться. А потому сегодня особенно необходимо за них молиться. Они на самом деле своим подвигом, своими делами, своим вот этим порывом, искренним порывом, что шли на фронт, они исполнили главную заповедь, которую Господь сказал, что нет большей любви, если кто отдаст душу свою за други своя. Нам нужно, конечно, эту любовь отдавать. После панихиды представители штаба Щелковского отделения движения «Юнармия» ознакомили ребят с оружием времен Великой Отечественной войны. Детям и подросткам была предоставлена возможность не только увидеть, но и подержать в руках военные трофеи, обнаруженные в ходе раскопок на полях сражений поисковыми отрядами. Бойцы Щелковской страйкбольной команды 13-я сборная бригада провели мастер-класс по сборке-разборке учебных автоматов. Практически легенда пистолет-пулемет «Шпагин». Почему он пистолет-пулемет, знаете? Потому что стрелял пистолетными патронами 7,62 калибра. Этот же патрон подходил к военному пистолету «Тульский токарев». Автоматически выстреливал эти пистолетные патроны. Первый пистолет-пулемет «Шпагина» был сделан в начале 40-х годов практически рядом здесь, в городе Сергеев-Пасад. Ребята, помните, родина у вас одна, мама у вас одна, их надо защищать, и этому надо учиться. Известный писатель и историк, в прошлом инженер-спытатель самолетов и авиационного вооружения, кандидат технических наук, казачий полковник Валерий Шамбаров рассказал ребятам о начале Великой Отечественной войны, о том, почему война называется священной. На Россию шли не только немцы, но и венгерские, румынские, финские армии. Советские солдаты защищали нашу страну от всего Запада. Сама же трагедия, по глубокому убеждению Валерия Шамбарова, была попущена русскому народу за его отступление от православной веры. Ведь к началу войны были закрыты практически все церкви и монастыри. Духовно-нравственное состояние людей находилось в упадке. Например, даже слово «отечество» писали в кавычках. Только после возобновления литургической жизни в нашей стране русский народ смог одержать победу. Контр-наступление Москвы, какой день интересный. 5 декабря нанес вспомогательный удар по Ленинский фронт. А главный удар, это западные центральные фронты, нанесли 6 декабря. Какой это день, какого святого? Александра Невского, которого всегда считали защитником Москвы. Кстати, таких совпадений было очень и очень много. И закончилась война. Была Пасха. Величайший из праздников. И она совпала 6 мая. Она совпала с днем, в тот год, святого Георгия Победоносца. И именно 6 мая германское командование согласилось на капитуляцию. И народ возродился, и вера возродилась во время войны. И церковь возродилась во время войны. В войну в первые послевоенные годы было открыто 14 тысяч фрамов. 85 монастырей. Валерий Евгеньевич познакомил ребят со своей книгой «Героическая история России для детей», в которой представил полную историю нашей страны с древнейших времен до сегодняшних дней. От Ильи Муромца до маршала Жукова, от Ермака Тимофеевича до Юрия Гагарина. Специально к мероприятию старшеклассники Щелковского лицея номер 14 имени Юрия Алексеевича Гагарина подготовили стихотворение Дудина «Славьи». Не дожил, не долюбил, не допил, не доучился, книг не дочитал. Я был с ним рядом, я в одном окопе, как он на поле, о тебе мечтал. И, может быть, в песке, в размытой глине, захлебываясь в собственной крови, скажу, ребята, дайте знать Ирине, у нас сегодня купели соловьи. И полетит письмо из этих мест туда, в Москву, на Зубовский проезд. Пусть даже так потом просохнут слезы, и не со мной, так с кем-нибудь вдвоем, у той поджигородовской березы ты всмотришься в зеленый водоем. Также в этот день для участников военно-патриотического форума была проведена экскурсия по Николу-Берляковскому монастырю. Дети познакомились с Романовской аллеей славы, на которой установлены бюсты царской династии, осмотрели восстанавливаемый собор Святой Троицы. В заключении мероприятия все желающие смогли подняться на самую высокую в Московской области колокольню. Народ, который не помнит свое прошлое, причем повторять его ошибки, поэтому память надо чтить. Мероприятие действительно очень важно, поскольку оно объединяет, и ребята имеют возможность прикоснуться не только к истории, но и к вере. У нас остались только положительные впечатления. Мы помним и чтим своих предков, тех, кто защищали нас и благодаря кому мы есть. Дорога память, и я рад, что я живу именно в Российской Федерации, что у нас такая страна с такой памятью и такой великой историей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова